Всем привет! Сегодня мы посмотрим свежий трехспальный дом в районе Ломаи. Достаточно просторный дом. Этот дом располагается в резорте, где есть бассейн. Давайте обо всем по порядку. Нахожусь в первой спальне. Видим, есть бетонное основание. Кровать большая. Тоже бетонные тумбочки. Видим, есть москитные сетки. Есть кондиционер. Шкаф. Простой шкаф, но достаточно вместительный. У этой спальни есть санузел. Санузел вполне неплохой. Все, в принципе, сделано грамотно. Есть поддон, есть лифт. Единственное, что душ находится рядом с унитазом. Остальное здесь все хорошо. Неприятных запахов нет. Есть москитные сетки на окнах. Есть розетки возле зеркала. В принципе, все нормально. Давайте смотреть дальше. Из этой спальни мы выходим и подаем в большую такую кухню. Что есть на кухне? Подставка с микроволновкой. Вот такая вот раковина. Такой вот кухонный гарнитур. Это вполне достаточно, чтобы разместить много посуды. Я уже вижу, что есть сковородки, есть кружки. Много чего интересного. Видим, есть окна с москитными сетками. Хороший новый свежий двухкаменный холодильник. Видим, есть газовая плита. Тоже вот на такой подставке. Там располагается телевизор. Обеденный стол на шесть стульев. Нравится, что здесь много окон. И сам по себе дом продувается. Видим, есть москитные сетки. Окна достаточно большие. Практически до пола. Там еще окна. Это главный вход. И вот здесь еще, смотрите, сколько окон. То есть, если их все открыть, то дом будет вообще здорово продуваться. Там, кстати, вид на камни. Неплохой вид. Давайте посмотрим дальше. Смотрим вторую спальню. Вторая спальня также выглядит хорошо. Бетонное основание. Ковалькинг-файз. Такие импровизированные бетонные тумбочки. Хорошо, что розетки рядом проведены. Окна с москитными сетками. Такой же шкаф. Все свеженькое. Все приятное. Свежий, новый кондиционер. И отсюда вот такой, в принципе, замечательный вид. Дом находится на возвышенности. Это плюс. Обращаю ваше внимание, что подъем в эту спальню имеет такую ступень. Сейчас вам покажу. Так что, если вы с детьми, то имейте в виду этот факт. Смотрим дальше. И третья спальня, она как бы располагается отдельно. Смотрите, я сейчас вышел. И здесь вот такая есть маленькая терраска. Пройдем, посмотрим. И вот здесь, кстати, санузел. Давайте, раз мы уже дошли до него, посмотрим санузел. Так, санузел побольше. Поддом. Видим, есть нагреватель, лейка. Все свеженькое. Такое решение с камнем. Унитаз. Маскидные сетки есть. Это хорошо. И вот здесь располагается зеркало. То есть, получается, санузел отдельно. И вот здесь видно джунгли, на горы, на камни. Довольно-таки неоднозначное решение, потому что, чтобы сходить, допустим, в санузел, вам придется выходить на улицу. А если идет дождь, то это не совсем будет комфортно. Но все же вот такое решение. Ну и давайте посмотрим спальню. Спальня абсолютно аналогичная. То есть, получается, что они все спальни равноценные по комплектации. Такая же двухспальная кровать. Такой же шкаф. Маскидные сетки. Кондиционер. И вот отсюда вот такой вот вид. Так, давайте посмотрим, как это все выглядит. Здесь нет дивана. То есть, как таковой, гостиной здесь нет. То есть, есть три равноценные спальни. Есть обеденный стол, кухня. И сюда, здесь не хватает дивана. По идее, обеденный стол можно было бы поставить вот сюда. И вот там расположить диван. Довольно-таки спорно они распределили пространство. Но сам по себе дом большой. И, в принципе, для одной семьи вполне подходит. Также здесь есть бассейн, как я уже говорил. Давайте посмотрим бассейн. Посмотрим территорию. Я нахожусь возле бассейна. Видим, есть ежаки. Зонты. Все достаточно мило, приятно. Здесь также находится душ. Бассейн достаточно большой. Здесь, в принципе, можно комфортно поплавать. Сама по себе территория зеленая. Поэтому, в принципе, все хорошо. Все в норме. Итак, давайте подведем итоги. Здесь, кстати, вход. Территория зеленая, приятная. Дом хорошо продувается. Единственное, что кухня, на мой взгляд, странно вот так вот все распределено. И нет полноценной гостиной. Я думаю, что в скором времени мебель будет дополнена. Так как дома новые, поэтому здесь комплектация еще такая немножко скудноватая. Но уже, в принципе, вполне хватает всего, чтобы здесь жить. Кстати, это ломаи. И здесь инфраструктура вся рядом. Близко море. Близко кафешки, рестораны и прочее. Но тут же, конечно, желательно жить с транспортом. С транспортом вы будете чувствовать себя комфортно. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok